Мой дружок пирожок, в эти прекрасные зимние вечера хочется кататься на новых быстрых тачках, покупать недвижимость не думая о цене, наслаждаться игрой, а не фармить бабки ради фарма. Заходи в мою группу по прокачке, прокачим твоего персонажа по полной, быстро, качественно и по приятной цене. Прокачка осуществляется как на ПК, так и на все доступные консоли. Деньги, опыт или полная прокачка персонажа, закажи прямо сейчас, чтобы не думать о том, хватит ли денег на зимние обновления. Первая ссылочка в описании под видео, переходи прямо сейчас и заказывай самую надежную прокачку. Привет, брат. Привет, сестра. Ну, рассказывай, зачем мне нужно было так срочно уехать из Колумбии? Садись, поедем в агентство, там все и расскажешь. То есть ты купишь мне всю нужную недвижимость, дашь денег, и я начну зарабатывать как ты, да? Верно, счет у нас будет общий, можешь тратить сколько угодно. Ну а сейчас давай к делу. Ты посмотришь как делаю деньги я, а после просто повторишь. Дружочки пирожочки, всем привет. Это самый выгодный и удобный фарм для соло игрока, где вам вообще никто и никогда мешать не будет. А самое лучшее в этом фарме, что тут можно фармить нон-стопом, для самых отбитых и преданных фанатов так называемого спорта, пополнения банковского счета. Но этот фарм также требует капитальных начальных вложений, но тем не менее он быстро отбивается и начинает работать на вас. Для этого необходимо создать второго персонажа, а так как банк у них будет общий, то и бабки фармятся в один банк. Для этого Павлик специально позвал свою сестру шоколадку, чтобы показать всем сколько можно заработать денег при таком фарме. В конце все посчитаем и сделаем выводы, стоит ли игра свеч. Для того чтобы подготовиться к этому фарму шоколадки я купил подлодку с ракетами и боевым воробьем. По факту можно использовать только подлодку без каких-либо допов, но мне так удобнее в процессе я расскажу почему. Также шоколадка прошла первую миссию на Кайперика по разведке и сделала фотографии только тех мест, которые ей были нужны. А именно, нырнула вниз, чтобы обнаружить канализацию, сфотографировала Лонгфин, чтобы можно было стартовать на этой лодке, а также сфотографировала главный док, так как старт будет именно там. Ну и естественно доставила файлы Мадрасо, получив за это солидную сумму, эх, а сейчас полтора ляма заработать крайне тяжко на Кайперика. Также шоколадка на деньги Павлика купила агентство, так как это второй по выгодности фарм в ЖТ Анлин. Там можно вообще ничего из дополнительного не брать, но Арсенал рекомендую, так как именно там лучше всего купить нужное оружие и регулярно пополнять бронежилеты. Шоколадка также прошла первый вип контракт вне этого фарма, так как после каждого задания был небольшой кулдаун, а для регулярного фарма это лишняя трата времени. Подготовка масштабная, зато после можно фармить бабки нон-стоп и мы не париться. Но и после того как шоколадка купила все необходимое и закончила пробные варианты ограбления и контрактов, на общем счету было почти 52 ляма зеленых. Что ж, в конце мы посмотрим сколько осталось в банке денег с учетом расходов на подготовки, патроны и так далее. Готовы? Тогда погнали. Начинаем запуск нашего мега фарма с павлика и с ограбления Кайперика. Тут все по классике, сначала на разведку, по дополнительным целям шлак, лутаем только район аэродрома, в ангаре бабки и трава. Ну ничего, теперь отправляемся за главной целью, тут павлику повезло, облигации, спасибо что не бутылка с саниной. Так что фиксируем все и по съебам с Кайперика. По подготовительным миссиям по классике берем сюда лонгфин, дальше за оружием. И если это миссия со штабом Мариуэзер, то я делаю вот так. Сажусь и запускаю ракету. Подлодка всегда будет около штаба, так как доставив судно лонгфин мы перезаходим в сессию и оказываемся рядом. Поражаем цели так до тех пор, пока не будет миссия в центре. Ракета 2. Пока первая перезагружается, запускаем вторую. Если и после второго раза неудача, то первая уже успеет перезарядиться. Но благо павлику не пришлось тратить весь свой арсенал и он отправился к небоскребу. После я запускаю миссию с резаком настройки. Затем забираю дубликатор отпечатков. Ну и в конце это либо резак, либо как в данном случае код от сейфа. Вся подготовка заняла не более 40 минут. И все, теперь отправляемся на ограбление. По классике сначала обчищаем ангар до полного. Смысла искать именно кокс по всей карте я не вижу, так как лучше сэкономить время и на разведке и в самом ограблении. Далее на лонгфине отправляемся к канализации. Пробиваем решетку. Ну и внутри идем по той же схеме о которой я не раз уже говорил. Тут вообще убивать никого не нужно, кроме одного тела на лестнице. Но я видел видосы, где пацаны очень медленно проходили мимо охраны буквально по сантиметру и по стеночке. Получалось. Не знаю сейчас такое получится или нет. Как по мне проще ему дать по морде. Обчищаем сейф. Тут Павлику повезло. Почти 100 тысяч было. Максимолочка. Ну а после через лифт спускаемся вниз. Тут уже записываем в телефон коды или делаем фото. И подбираем комбинацию. Все, дело сделано. Теперь обратно примерно по той же схеме. Спускаемся пробегая мимо всех. Тело которое слева стоит лучше пропустить. Но Павлик решил не ждать и успел проскочить. На выходе уже после активации кнопки все таки Павлику накинули масляну. Проебал 5000. Но тревога все равно не поднялась. Кстати если убить это тело около мотоцикла, все равно поднимается тревога через время. Но к этому времени вы уже будете на границе карты. Дело сделано. Элитка выполнена. Как обычно около 10 минут. То есть Кайперика занимает у меня около 50 минут времени. Теперь можете поставить себе будильник на 2,5 часика. Через это время нужно будет вернуться на подлодку и активировать ограбление. Чтобы сохранить высокий уровень сложности и 10% надбавку за главную цель. А также в два раза больше денег с элитного испытания. А Павлик тем временем уже переместился в агентство. Чтобы нафармить лям. Тут Павлик спиздил ноутру Кодзимы по беспределу. Без причин убил богатенького мужика. Чтобы отжать мобилу. Но и завалил местную мартышку. Чтобы забрать у него лоурой дэйр. Следом зачистил всю звукозаписывающую студию дэйр от лишних шумов. А после встретился с главной проблемой. Кто и слил все в сеть. После всего этого черный квадрат не пригласил нас даже на яхту. Но зато перевел один лям зеленых. Кулдаун в вип контракте меньше. Поэтому насчет него даже не паримся. Переходим на второго персонажа. Нашу шоколадку. Тут мы повторяем все то же самое. Сначала разведка на Кайперика. Тут шоколадке не повезло. В ангаре внизу ничего не было. Наверху хоть и был кокос. Но рядом была травка. А этого не хватает чтобы заполнить сумку полностью. Поэтому придется догоняться в сарайчике напротив. Там были только бабки. Но нам нужно отсюда хапнуть совсем немного. Зато вот когда шоколадка взломала камеры. Я приятно удивился. Это был розовый алмаз. Ля какая красота. Ну а теперь делаем все то же самое. Что и Павлик. Сначала судно Лонг Финн забираем. Но тут косяк. Павлик всегда использует свой Фантом Ведж. Шоколадке же пришлось сначала долететь до прицепа. А после уже по подсказкам искать грузовик. Иногда тягачи попадаются и на улице. Их тоже можно взять. Но тут шоколадке не повезло. Это увеличивает время подготовки. Тем не менее Лонг Финн был доставлен. Тут же перезаходим в сессию. Появляемся на подлодке около штаба Мэри Уэзер. Запускаем миссию по доставке оружия. Естественно с первого раза не получается выбить расположение в центре. Именно поэтому я шоколадки купил еще и ракеты. Чтобы вот так вот сбивать и перезапускать миссию. Можно конечно же взлетать на воробьи и сбивать вертушку. Или просто перезаходить в сессию. Но денег у меня достаточно. Поэтому я шоканул. В итоге выбив миссию в центре. Мы забираем оружие обратно на подлодку. Тут также дубликатор отпечатков. После резак. Без разницы в какой последовательности. Ну а под конец уже резак по стеклу. И вот тут после фото я обычно использую априсер. Чтобы ворваться к врагам и на лету забрать сумку. Шоколадке пришлось вытащить жопку из воробья и дойти до сумки самой. Ну и как вы уже поняли. Воробей с вооружением на подлодке. Это незаменимая вещь. Никуда выходить и заходить не надо. Все делается за тебя. Лучший способ попасть на подлодку. Ну а теперь ограбление. Какая перика с розовым алмазом за лям 430 тысяч. Спасибо высокому уровню сложности. Стартуем также около главного дока. Оттуда прямиком к аэродрому. Сначала я решил послать шоколадку за сложным сараем. Набить там немного денег. Почему? По таймингу. Враг который ходит снаружи туда-сюда. Как раз уходит дальше от сарая. И когда вы в него войдете. Он вас не заметит. Поэтому ждем когда охранник внутри загашник отвернется. И вместе с ним отвернется камера. Убивать тут никого не нужно. Шоколадка тут вообще ни в кого не стреляла. Как видим по карте. Когда девуля гребет бабки. Охранник все еще уходит от нее. Ну и так как нам тут нужно совсем немного для забива сумки. Ждем просто когда охранник в загашнике отвернется вместе с камерой. А после быстро уходим к ангару. Гуляющие тело туда-сюда около входа в ангар убивать также не обязательно. Просто ждем когда он пройдет. Ну и теперь забираем со второго этажа уже все самое сладкое. По итогу денег шоколадка взяла немного больше чем нужно было. Но ничего. Пару тысяч роли не играют. А теперь пешком к лонгфину мимо всей охраны. И там уже в канализацию по классике. Времени мне казалось потрачено уже было достаточно. И я переживал что элитка будет слета. Но когда кажется. Креститься надо. Тут также пробегаем мимо всех. И только одному охраннику пробиваем череп. Хотя я даже не уверен в том. Что это убийство. По сути ты просто вырубаешь охранника. В сейфе хоть и не сотка оказалась. Но достаточно. Ну и теперь через лифт ныряем вниз. Да. Давненько я не видел розовый алмаз. Но никакой магии тут нет. Это реально просто повезло. Павлику с облигациями тоже мне кажется повезло. Забираем алмазы наверх в кабинет. Уже на улице шоколадка все таки пропустила охранника. И после этого у вас есть небольшое окошко чтобы прошмыгнуть мимо него. Пока он разворачивается. По мини карте было видно что в поле зрения шоколадка попала немного. Но триггер не сработал. Дальше также ждем пока пройдет охранник. Активируем выход. За пределами поместья шоколадка также не стала стрелять. А лишь пробила голову охране. На мотоцикле отправляемся прям в открытый океан. Без фейлов не обошлось. Немного деньжат растеряли. Но ничего. Терпим. Плывем навстречу с бабосиками. Труп кстати сейчас вот обнаружили. Но через несколько секунд миссия завершается. Ну и как вы думаете, сколько шоколадка смогла заработать на Кайперика? По сути как в старые добрые времена. Чуть больше ляма 700 тысяч баксов. Просто кайф. На все это у меня ушло около одного часа времени. И сейчас как раз нужно зайти за паблик и активировать ему следующее ограбление Кайперика. За это берут 100 тысяч. Жестко да. Но теперь в любое время мы сможем запустить ограбление и там будет высокий уровень сложности. По сути если у вас остается еще один свободный час, то можете запускать Кайперика прямо сейчас. Проходить его и забывать про это все. Но мы с шоколадкой идем до конца. Поэтому после активации Кайперика на паблике возвращаемся к ней и не забываем ставить будильник на 2,5 часика. Хотя связка Кайперика и VIP контракт по итогу как раз дают 2,5 часика. Теперь контракт за шоколадку. Если за пабликой я все проходил на апрессоре, сеструхе его я не стал покупать. Уж очень много денег на это уходит. Поэтому все миссии по сути выполнялись на бесплатном вертолете агентства. В первой проходной миссии утечки. Ночная жизнь меня раздражает одно. Вот шоколадка прошла мимо всех. Убила в кабинете двух тел и забрала данные. После так же спокойно вышла. И ее никто не обнаружил. Зато на улице на нее все равно охотятся желтые. То есть смысла в стелсе этой миссии никакой нет. Ну а дальше по классике. Хотя проходилось все немного дольше. Казалось что реально дольше. А по факту вышло всего лишь на 10 минут дольше. Кодзима опять получил маслину за слитый трек. Вот так скачал что-то из интернета и все. Нет пацана. Кстати а как вы поступаете тут? Убиваете сыночка? Или же просто забираете сумку? Напишите в комментах. А шоколадка тем временем также потушила самолет местного олигарха. А после прострелила голову мучачос. Дальше бухала в студии дре. А после вывела другалька на чистую воду. За что и получила свой лям из зеленых. Ушло на это все 1 час и 40 минут. Но если честно я особо никуда и не спешил. И вот собственно и все. Один круг ада пройден. Если у вас анус железно-бетонный. То можете заходить за другого персонажа. Запускать там кайоперика. После этого на втором персонаже активировать высокую сложность на кайоперика. Я кстати после прохождения кайоперика на павлике. Активировал высокий уровень сложности и шоколадки. Там как раз закончилось время после первого прохождения ограбления. Поэтому минус 100 тысяч эти по сути были учтены в этом кольце бесконечного фарма. Ну и теперь к расчетам. На один заход уходит 4 часа времени. Можно и быстрее. Но смысла я в этом не вижу. Так как как раз идеально получается по кулдауну на кайоперика. Если сложить доходность только от финальных миссий. То получается почти 5 лямов зеленых. Но мы посчитаем сколько денег у нас было. И сколько стало. И получается что 2 персонажа за 4 часа заработали 5 лямов в 75 тысяч баксов. Но это благодаря шоколадке. Так как там накинули ачивку за первое прохождение с розовым алмазом. Грубо говоря по итогу вышло 5 лямов за 4 часа. То есть в час такой фарм приносит лям 250 тысяч баксов. Но, я не скрываю что мне в этот раз повезло. И на месте облигации розового алмаза могли оказаться 2 бутылочки. Но их не оказалось. И это замечательно. При таком фарме, если вы встаете утром и играете в GTA Online до глубокой ночи. То можно спокойно заработать 15 или 20 лямов зеленых. Это за 12-16 часов. Но я так делать не рекомендую. Зачем вообще фармить. Когда можно вот так вот просто посмотреть на страдания дилетанта. Ведь вы сюда за этим приходите. Я правильно понимаю. А? В общем ладно мои дружочки пирожочки. Этот фарм я считаю самым простым и самым выгодным. Потому что не нужно там подсчитывать. Когда звоночки от Франклина можно запустить. Когда обречку из транспортного склада можно снова отогнать. И так далее. Тут все стабильно работает по часам. И вам по сути нужно катать только в 2 режима. Ограбление Каоперика и ВИП контракт. Все. И после нескольких попыток вы это будете проходить с большой легкостью. Удачи вам в фарме. Если вам нравится фармить. И большого крепкого здоровья. Всем ББ. Всем ГГ. Субтитры сделал DimaTorzok